Всем привет! Как я и обещала, я покажу, за сколько же все-таки ушел подстаканник, который я показывала в предыдущих сериях на Виолите. Ушел он за 11 390 гривен. Это примерно 400 долларов. Как вы спросите, почему же сейчас перед вами такой подстаканник? Смотрите, этот подстаканник из металла. Просто из металла подстаканник. Советский металлический подстаканник. Не знаю, это алюминий или просто металл. Но металл, не серебро. Этот подстаканник стоит 5 гривен на барахолке. И вот тот подстаканник, который мы видели в предыдущих сериях за 400 долларов. Его я купила за 50 гривен на барахолке. Что мы видим здесь? Красивые звезды. Колосья. Но он тоже металлический. Понимаете, он не серебряный. Он металлический. И вот так, благодаря своей внимательности, можно просто сходить прогуляться на барахолку и приобрести замечательную вещь. Я не торговалась. Мне, как сказали, я подошла. У людей на тряпочке были разложены вещи. Среди всего прочего валялся подстаканник. Я взяла в руки, спросила, сколько. Мне сказали, 50. Я недолго думая, не понимая, 50 гривен или долларов, думаю, ну, походу разберусь. Достала 50 гривен, отдала. Мне сказали, спасибо. Пакетик дать? Я сказала, нет, не надо. Ну и все. Вот так вот оказалось, что все-таки 50 гривен. Красивый подстаканник. Сейчас он уедет к своему новому хозяину. Который был победителем торгов. Так что, как обещала, показала вам все, как есть. Вот такие два металлические подстаканника. Контраст. Один стоит 5 гривен. Другой стоит 11 390 гривен. Контраст какой. Контраст. Так что, уходите в своих городах. Обязательно ходите в своих городах, особенно, если у вас большие города. Ходите по барахолкам, ищите вещи. Я буду показывать, что вам нужно искать. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Спасибо.